Приветствую вас, творческие личности, на моем YouTube-канале Лида Хомякова, Арт Лида. Сегодня мы нарисуем такой интересный пейзаж. Я как увидела эту картинку, мне сразу захотелось нарисовать этот норвежский пейзаж. Все дело в том, что обычно я покупаю фотографию фотографов, чтобы использовать их в своих мастер-классах. Эту фотографию я просто увидела на Pinterest, она не вдохновила. Да простите меня, фотограф. Если он объявится, я обязательно укажу его имя в описании. Здесь достаточно простой рисунок, поэтому я нарисую его в ускоренном виде. Не будем долго останавливаться. Большую часть мы оставляем под небо. И здесь у нас, поговорим с вами еще об этом чуть попозже, обычно небо у нас всегда идет сверху потемнее. Снизу у нас к горизонту оно рассеивается, насыщенность вот эта рассеянность. Здесь такой обратный интересный момент, мы его тоже покажем. Давайте приступим к рисунку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Мой рисунок готов. Я чуть-чуть переместила домики, как мне было удобно. Немножечко упростила вот здесь вот рельеф, немножечко задвинула вот здесь, чтобы у нас тут не получалось какого-то поцелуйчика. Тем более, они у нас такие мелкие. Здесь нужно будет достаточно точно отрисовать вот эти домики, потому что у нас вокруг будет такое все пятно-пятно-пятно. Это такой у нас будет графический удар в этой работе. Давайте с вами поговорим о цветах. Для неба я буду использовать серию пейн, она у меня вот в такой маленькой певеточке. Кончился тюбик, конечно же, удобнее выдавливать в тюбик. Вот если нет серии пейна, можете замешивать с черную, с любыми синими цветами, с ультрамарином или с кобальтом. Для переднего плана, для травы я буду использовать сиену жженую и ухо красную. Может быть где-нибудь добавлю в сепи чуть-чуть, она такой оливковости слегка придаст. И в домах я буду использовать сиену жженую и фиолетовую. Это основные цвета, но какие-то дополнительные оттенки всегда можно использовать. Так я проверила, я на той стороне. Я вообще начинаю рисовать там, на той. Я использую бумагу практически всегда 100% хлопок. Хлопок привыкла к фирме Кэнсом. Я буду работать с техникой по-мокрому, поэтому я не крепила лист скотчем. Если у вас нет возможности работать с техникой по-мокрому, у вас нет планшета пластикового, то вы можете просто обильно смачивать лист с другой стороны. Но обязательно тогда, конечно же, закрепите его скотчем. Я начинаю смачивать лист. Смачиваем лист, стараемся так, чтобы не было луж. Смачиваем лист. Так, я уже перевернула лист. У меня вот эти края не прижимают. Сейчас вложим его. Увлажняю его вот с этой стороны, чтобы у меня плотненько. Что ж такое? Задеваю. Чтобы на меня плотненько лег, но я не буду сейчас трогать его домики. Пройдусь до корня, вложу его. И вот эти все бугорочки вытираем. И нужно, чтобы он ровненько у меня лег. До гор я довожу. Гор не буду увлажнять, я у нас там снежок лежит. Нам с вами нужно решить, какая часть у нас будет тонально более насыщенная. Передний план или небо более плотное по тону. Я думаю, что я сделаю более плотный по тону передний план. Так, здесь вот у меня подсыхает. Краешик смычу. Потому что все-таки, чтобы уж небо не делать совсем таким черным, не добирать этого тона. Но самое главное помнить о том, что все-таки самые контрастные, самый яркий и плотный цвет у нас в этой работе будет на домах. Поэтому нам нельзя как-то перечернить с небом или слишком плотный тон взять на переднем плане, на полях. Так, я разглаживаю сейчас. Вот это вот все. Здесь где-то это чувство недостаточно влаги. Я даже могу спреем чуть-чуть увлажнить. Нужно, чтобы ровненько все прям прилегало. Безо всяких луж. Иначе заливка не получится ровной, если какие-то будут лужи. Сейчас я пока буду замешивать цвет. Он чуть-чуть впитается. И вот от домиков прям я здесь смачиваю передний план. Можно вот между домиками тоже смачить. Здесь уже идеально ровно сейчас не получится. Но у нас это все впитается. Домики я вообще не трогаю. Домики я оставляю. Ну, здесь передний план подсохнет, пока мы будем делать заливку неба. Так, убираю лишние лужи. Я вот вижу, что здесь образовывается лужа внизу. У меня чуть-чуть планшет приподнят. Я подложила под него скотч. Я думаю, когда я переворачиваю, успели разглядеть. Так, вот я снизу пытаюсь посмотреть и убедиться, что у меня ровно и нету именно вот луж каких-то. Нет луж. Так, смачиваю. Если вы не работаете в альбоме или вы закрепили лист скотчем, вы не будете работать с техникой по-влажному, смачиваете с одной стороны, да, то вот, собственно, вы сразу даже можете начать с этого этапа. Вот, ну, просто, когда смачиваешь с двух сторон, лист дольше сохраняет влагу. Это, конечно же, основная разница. Вот, тут залезла на гору, чтобы краешек приложить. Ну, вот по краям они у нас, в принципе, и на референс эти горы такие расплывчатые, так что можно и залезть. Некоторые художники, я всегда это повторяю, прямо вымачивают лист в ванне или в таком маленьком тазике и потом его прилепляют. Он тут очень долго промокает насквозь, очень долго держит влагу. Ну, мне, в принципе, достаточно просто смочить хорошенечко с двух сторон. Вот так, залезла на горы. Так, на кисточке колер какой-то. А, это у меня не на кисточке, там на планшете был колер. Ну, вот как раз у меня тут не чисто был вытерт планшет, как раз у меня тут в тему этот колер. Так, ну вот, я так аккуратненько обошла дома. И можно приступать к замесу неба. Как я уже сказала, я буду использовать серую пейну, это будет основной цвет, но вот чуть повыше. У меня здесь есть уже такой высохший замес, потому что на самом деле, давайте вам раскрою секрет, я второй раз перезаписываю этот мастер-класс, потому что первый раз у меня, сейчас я вам покажу, получились вот такие пятна. Они мне не понравились, я стала тут делать работу, там отпечаталась кисточка неудачная, попыталась исправить. В общем-то, работа была испорчена. Я здесь использовала соль, если хотите, можете использовать соль или оставить гладко. Окошки не дописала, ну, потому что явно такая работа не годится. Снова, чтобы вы не думали, что и художников со стажем, все получается с первого раза. Тоже не всегда все выходит. Поэтому я очень часто у себя в моих сторис в инстаграме показываю, что некоторые работы я переделываю по несколько раз, пока не достигну результата. Итак, у меня уже тут есть небольшой замес. Из серой пейны и ультрамарии. Я, в принципе, буду работать тоже, буду заливку делать вот этой широкой кисточкой. Слегка увлажню вот этот раствор, добавлю сюда серой пейны, у меня ускакало. Поставлю сейчас по ветру. Добавлю сюда еще серой пейны, просто погуще сделаю этот раствор. И нам с вами нужно сделать такую заливку необычную. Обычно, как мы с вами уже говорили, небо у нас темнеет к космосу туда и светлеет к линии горизонта. Но здесь у нас внизу собрались точки, поэтому сегодня будет такой обратный результат. И я сейчас вижу, здесь вот внизу собралась капля. Мне она не нужна, поэтому я вот прямо отожму кисточку, можно вот в салфетку, и вот эту лишнюю каплю прям здесь вот соберу. Она не собралась в ту область, где я уже не смачиваю. Вот тут даже можно промокнуть. Так, ну что ж, я начинаю делать свою заливку. Прямо широкой кисточкой набираю с палитры. Здесь у меня замешанный. В серую пейну чуть-чуть добавила ультрамарина. Даже побольше сейчас чуть-чуть добавлю. Что-то не совсем такая безликая серая была. И сейчас в начале я добавляю побольше воды на кисточку, так как сверху нужно получить посветлее. Начинаю. И так как бумага влажная, у нас с вами будет очень сильно высветляться цвет, надо это иметь в виду. То есть если мы с вами сразу начали работать с заливкой, можно было бы сделать цвет поинтенсивнее, но тогда бы заливка была не ровная. Поэтому сейчас вот здесь вот нам с вами делать точки, нужно будет потрудиться, чтобы набрать достаточно интенсивный цвет. Сейчас вот просто пройдусь и составлю колер. Еще сейчас дохожу. Вот здесь у нас на самом деле такая красивая ситуация. Перед горами у нас такой виден кусочек вот этого белого светлого неба. Ну, у кого получится ставить, оставляйте, у кого не получится. Ничего страшного. Так, и сейчас погуще набираю серую пейну, можно даже уже не ультрамарин туда, а чуть-чуть черный добавить, чтобы показать вот эту густоту облака. Не переусердствуйте, напоминаю вам, потому что по сравнению с домами и со передним планом, она достаточно светлая все-таки. Поэтому сразу так смело кладу такую полоску. Туда ее растягиваю. Здесь вот по краям нужно. Вот если кисточка суховат, то у меня будут получаться неровности, поэтому слежу за тем, чтобы она у меня была достаточно увлажненная. Все-таки еще раз растягиваю цвет сюда. Хочу получить такую красивую ровную заливку. Ну, какие-то у нас тут будут, конечно, переходы. Своебразные. Чтобы она была ровная, я слежу, чтобы на кисточке всегда сейчас была влага и краска, иначе она мне будет просто скрести. Вот это все дело. Можно планшеты перевернуть, чтобы у нас потекло в ту сторону это все дело. Я думаю, здесь можно, возьму воды чуть-чуть побольше, здесь можно довести еще раз, чуть-чуть утемнить. Все-таки нам тут добила ни к чему оставлять, тем более, что все все равно высветлится еще. Возьму кисточку потоньше сейчас здесь. Возьму синтетику. И наберу колера еще погуще из серой пейны. Еще вот здесь сейчас вот это вот облачко отмечу. Еще другой кисточкой. Пока у меня тут все влажно, мне это будет, я прям тут хочу по контрастной дать это облако. Помню о том, что у меня оно еще высветлится обязательно, никуда не денется, вода съест вот эту насыщенность. Чуть-чуть вверх сейчас растянем. Мы пока можем смело сюда вмешиваться, потому что тут достаточно хорошо все у нас увлажнено и краска сама будет вот какие-то неровности будет из нас работать. Вот тут у нас уж так красиво начинает течь. Сейчас я беру как раз на кисточку уже теперь слабый колер. Мне тут нужно ставить полоску света, вот прям практически в воду, чуть-чуть капелька краски. Можно было даже практически в воду. И до гор провожаю эту краску до гора. Оно у меня сейчас вот такими красивыми переливами сюда затечет, как такое грозовое облако. Здесь где-то можно добавить. Сейчас будет сюда течь. Я смотрю, наблюдаю. Где-то мне хочется, чтобы стекла побольше. Такая сейчас момент настоящей медитации управления влажной акварелью. Вот где настоящий кайф он спрятался с вами. Переходим, в принципе можно делать горы, но я боюсь, что сейчас я не хочу, чтобы у меня горы сильно стеклись с фоном, с небом. Я чуть-чуть подожду, пока они высохнут. На этом этапе мы можем либо дома начать брать контрастно, либо я сделаю, пожалуй, передний план, пока он у нас все-таки влажный. Начну работать более тоненькой кисточкой вокруг домов. Для переднего плана мы замешиваем охру-красную можно, сиену-женую. И можно добавить, будет тут хорошо смотреться золотистая. Золотистая у меня в кюветке, золотистую, оранжевую тоже можно добавить. Я очень редко использую золотистую, поэтому я ее даже не выдавлю на палитре. Ну вот в каких-то местах, я думаю, даже не в замес, а в каких-то местах я ее буду добавлять прямо на работе. Вот так. Здесь у меня почти подсохло, но у нас почти по-сухому, поэтому у меня кисточка хорошо увлажнена, чтобы тут не было у нас яркости какой-то ненужной. Это у нас дальний план, поэтому мы тон берем такой практически полупрозрачный. Не торопимся утемнять в акварели, всегда успеем это сделать. Ну а тут где-то можно золотистой чуть-чуть ввести, побогаче цвет показать. Тут какое-то сияние можно рассмотреть, если присмотреться очень сильно. Главное не допускаем высыхания вот этой линии, которую делаем. Вот здесь у нас никаких линий не должно, увлажняем сильнее и сейчас быстренько вот начинаем с заднего плана вокруг домов. Обходим. Смотрите, как красиво у меня тут потекло. А у вас может по-другому, конечно, потечь. Тут уж нет правил. Каларель может имеет право течь, как ей заблагорассудится. Подвинула воду, чтобы не накапать на фон. У меня так несколько раз было, когда я тащила, будьте аккуратны, на свою прекрасную заливку. Вот так вот тащила кисточку с колером или с водой и капала. И получалось прекрасные пятна цветок, но совершенно не нужно мне в данной работе. Вот поэтому с водой тоже аккуратней, пожалуйста. Так, здесь вот у меня высыхает. Сейчас чуть-чуть вот так увлажню. Здесь можно сразу взять вот эту гору поярче, добавить сюда чуть-чуть фиолетового, капельку. И вот этот холмик даже, видите, вот таким сразу по контрасте. Но потом можно всегда будет вернуться и утемнить. Здесь у нас проблем нет. Всегда стараемся идти от светлого к темному, потому что вот много раз всегда повторяю, что утемнить акварель можно. А вот высветлить это сложнее можно, но сложнее. Поэтому лучше не усложняйте себе задачу. Пардон за мой французский, но вот все-таки я капну на свою прекрасную заливку. Слава Богу, тут еще у нас все очень влажно, потому что я когда веду запись, немножечко обычно без записи работаю по другим углам. Вот, в принципе, чуть-чуть я тут добавила. И нужно на этом остановиться. Сейчас очень влажно, поэтому исправить легко. Но вот буквально минут через 15 это было бы исправить уже очень сложно вмешиваться туда. Вот так. Ну, здесь пусть мягко у меня переливается. Ну вот, можно взять кисточку потолще и колер брать плотнее. Сиену жженную, охру красную. Добавляем, можно оранжевый добавить. Вот я уже прямо здесь вот на палитре. Ой, не на палитре, прямо на листья, я на палитре. Добавляю оранжевый. Тут можно уплотнить цвет. Еще раз. Охру поярче. Здесь уже можно выбрать и поярче. Он у нас очень красиво будет сочетаться. Так, здесь такой бугор образовался. Сейчас я его разгоню. Придется здесь вот ублажнить с этой стороны, чтобы он не лег. Бугров нам не надо. Если хотите, можете посолить. Я, наверное, в этой версии работы уже не буду. Можете чуть-чуть фактуры добавить. Но соль тоже очень такая, мадам, непредсказуемая. Может слегка оттолкнуться, а может и сильно. Здесь нужно очень хорошо чувствовать, в какой момент вы солите свою работу. Будьте бдительны. Так, я хотела добавить сепию чуть-чуть. Ну, я вот прямо добавляю, прямо вот так вот. Прямо не на палитре, а чуть-чуть. Добавляю цвета прямо на бумаге. Так, попалась тут. И беру охру, сиену жженую. Чуть-чуть добавляю фиолетовый. Сейчас не покажу. Вот, я добавила чуть-чуть фиолетовый в сиену жженую. Сюда сейчас добавлю еще золотистый чуть-чуть. Прямо мешаем этот цвет. Красиво тут будет смотреться. Уплотняю чуть-чуть. Нам нужно, так как это передний план, вот самый мощный цвет, у нас должен быть здесь, конечно. Вот на переднем плане. Вот здесь. Но здесь тоже на дальнем плане. Очень сейчас светло. Я цвет уплотняю. Залезла толстая кисточка. Ну, здесь ничего страшного, потому что дома у нас все равно темнее. И даже если где-то тут залезу на дом, никакого криминала не случится. Тут залезла, ничего страшного. Сейчас встану, посмотрю на свою прекрасную работу. Вот смотрите, как тут красиво растеклось. Но на самом деле этим делом можно управлять, если вы будете чуть-чуть вертеть ваш планшет. Вот тут край ровненько. И я сейчас еще усилию здесь передний план. Путем просто беру меньше воды на кисть. Добавлю чуть-чуть фиолетовый, как я вам показывала еще слегка. Слегка утянул здесь передний план. Ну, мне нужно получить тут такой достаточно насыщенный, мощный цвет. По влажному его тяжело получить. Да что ж такое, ребят. Смотрите, вот отсюда у меня даже летят брызги, потому что работаю не под привычным для себя углом. Третий раз уже не буду перезаписывать мастер-класс. Сейчас попробуем. Попробуем брать. Оливка уже не будет такой ровной. Ну, может быть, и не будет гигантских пятен. Потому что работа еще долго держит голову. Вот все эти брызги у меня вот отсюда туда улетели, потому что я как бы не сверху над работой стою, а из-за камеры. Ну, вот, надеюсь, сейчас тут у меня стечется. Ну, вот я думаю, что эти полосочки чуть-чуть останутся. Вот, когда хочется идеальную заливку, нужно быть предельно внимательным и аккуратным. А здесь мне даже нравится, такое свечение появилось. Так. Продолжаем. Утемнила я угол. Да, сейчас хочется еще, еще его прям утемнить. Ну, можно даже чуть-чуть серопейли добавить в этот цвет. В лужу, которую мы смешали. У меня тут лужа вот эта есть. Я уже ничего нового туда уберу. Уголочки прям. Уголочки уплотняем, не стесняемся. Здесь вот можно чуть-чуть добавить оранжевый. Сейчас он не слишком такого, что красноватый получается. Добавлю здесь чуть-чуть оранжевый, чтобы такой все-таки... Ну, вот, плотность мы сейчас набрали хорошую. Сепию я добавлю сразу где-то вот какие-то... Чтобы тут такой цвет. Если мы не были с такой однотонной простого оттенка, то все-таки мы с вами живописцы, и у нас должны быть достаточно сложные цвета. Вода уже очень грязная. Сейчас схожу, поменяю. Вот такой водой уже, конечно, сложно работать. Хотя у нас тут домики будут темные. Так, оранжевый сюда добавляю. Ну, вот. Ну, вот как-то так. Сейчас, когда подсохнет, я добавлю здесь глубины, потому что у нас тут проходит дорога перед домами. Иначе они у нас как-таки будут в воздухе зависшие и подвисшие. Вот мы сейчас сделали. То есть, у нас тут углубился цвет к переднему плану. Достаточно такой. Но уже вот он больше не впитывает бумагой в себе цвета. Ну, сейчас хорошо получилось. И когда подсохнет, чуть-чуть здесь добавлю глубины. Тем более, что у нас планшет под уклоном, и будет сейчас сюда стекать. Сейчас не хочется, знаете, сюда добавить золотистого. Прям не хватает где-то таких тонов золотистых чуть-чуть. Даст такую жухлость вот этой траве. Такие красивые тут получаются переливы сложные. То, что я люблю, все-таки передний план. Нам нужно с вами тут экспериментировать. Так, домики мы сейчас пока делать не можем, потому что у нас это все стечется. Поэтому я сделаю горы. У меня есть вторая плашечка с водой. С чистой, маленькая. Вот такая я всегда ставлю на всякий случай. И я сейчас сделаю горы. У горы я хотела делать по-сухому. Здесь я не увлажняла их, насколько вы помните. Так, сейчас возьму удобную для себя кисточку. Наверное, сделаю плоской горы. И я хочу делать по-сухому, чтобы у меня отпечатки вот этого снега остались. Для гор буду использовать тот же замес, который у меня был для неба. Вот эту серую пейну. Но даже можно, знаете, в горы чуть-чуть их утеплить. Можно сюда капельку оранжевого добавить. Ну вот прям совсем чуть-чуть, чтобы они были чуть теплее, чем небо. Ну, где-то вот утеплим, где-то... Так, это что тут такое у нас? Откуда у меня тут соль? На кисточке, наверное, была со старой работы. Сейчас мы его прогоним. Так. И я возьму сейчас черновичок. Так, тут у меня есть. Так, кисточку вытру, черновичок и сухой кистью формирую вот эти вот на заднем плане мелкие. Где-то оно там стечется у меня, эта гора, формирует этот снег. Причем крыши я стараюсь уже не мельтешить, а фактически эту гору вот закрасить. Причем если прищуритесь, то горы у нас светлее по тону, чем вот это вот насыщенное у нас с вами пятно. Вот. Здесь уже у нас ровненько они идут. Снег у нас на верхушках. Так, ну здесь вот стеклось, тут у нас гора уходит туда. Не везде, где-то получается отпечаток оставить, оставляем. Намекаем на снег. Здесь такое достаточно светлое на самом деле. Ну, чтобы дом на фоне казался тоже достаточно контрастным. Тут нужно в другом направлении. Кое-где показать снег. Вот лучше, чем ближе вы к дому, какое-то мельтешение не устраивать. Здесь вот затек и прекрасно у нас тут не должна быть такая прям вырезанная линия. Где-то все-таки какие-то перепады тона должны быть в этих горах. Тут что-то утепляли чуть-чуть этот цвет. Ну, будем внимательны, потому что дома нам сейчас прям надо вытягивать очень мощно. Ну, вот у нас заснеженные горы проявились. Где-то можно добавить. Ну, здесь чисто на ваш вкус я вообще не придумала эти горы. Да, у нас на самом деле на референсе по-другому было. Тут какое-то свечение получилось. Здесь можно утемнить край листа особенно. Ну, вот я думаю, что получилось прекрасно. Главное, ничего не испортить лишними капельками. Сейчас слишком влажно здесь, чтобы начинать работать с домами или с крышей. Поэтому я возьму фен и просушу вот прям точечно вокруг. Вот буду фен направлять прям вот так, как бы на домик, чтобы мне сохло вокруг домика. Я могла приступить к работе на домик. Я сейчас помешаю слабый-слабый раствор такого. Ну, можно, собственно, вот эту лужу, которую мы для него делали. Вот такой раствор. И пройдусь прям локально по окнам, потому что, когда мы с вами сделаем вот этот вот темный наберем, они у нас будут прям рвать нам глаз вот этой своей белизной. Поэтому я сейчас прям их сразу смело вот так вот утемню. Тут можно, в принципе, не очень аккуратно делать, потому что... Давайте не будем тут даже стараться с вами, потому что понятно, что вокруг у нас будет темнее, поэтому нечего тут лишний раз нам нервничать. Прямо так утемняю и сейчас подсушим. Вот вокруг. И по второму слою я уже эти окна. Сейчас вот здесь так нравится эта заливка. Интересно, что мне кажется, даже соль тут лишний. Ну, вы можете вот посолить, как я показывала, как это будет выглядеть. Может быть интересно. Итак, я сейчас подсушу. И мы с вами вернемся делать домики. Если где-то излишне набрала краску, можно убрать. Вот я подсушила, у меня здесь вокруг сухо. Начинаю работать с зориком. Я крыши сделаю более серые, чтобы они у нас прям так не сливались. Особенно это вот видно на референсе вот в этой крыше. Для крыши тоже беру прям цвет неба, вот эту же лужу. Можно серопейну тоже взять сюда, добавить из вот этой лужи. Крыша будет чуть светлее, а домики, сами домики, цвет фасадок будет у нас насыщеннее. Так здесь у меня уже отходит, но это не страшно. Быстренько прокрываю сейчас крыши. Стараюсь здесь уже, конечно же, нам нужно с вами поаккуратничать. Можно двумя кистями так можно просто взять. Такой плоской тоже работать ей удобно. Какие-то вещи прокрывать. Как раз вот такие плоские вещи, они прямо созданы для архитектурных таких деталей. Можно было тут повозиться в каком-то богатстве цвета, еще покупаться в этих маленьких пятнышках. У нас такая специальная графическая работа, вообще-то получается интересная. На дальнем плане можно тоже не сильно такой контраст наводить у крыши. Можно добавить, сейчас более сложно сделать замес. У нас тут есть вот лужи из красных всяких и сиен. Можно сюда добавить фиолетовый. Такой очень такой насыщенный получится цвет. Вот серый пейный. И вот таким цветом делать крыши. Вот в этих двух домиках уже такой более насыщенный. То есть цвет самого фасада у нас должно быть еще насыщеннее. и поэтому мы оставляем себе возможность для еще больше набора тона. Тоже не переусердствуем с этим. С тоном домиков. Здесь какие-то более тонкие детали подкрасить. Так. 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 так крыши готовы так вот здесь чуть-чуть чуть-чуть она мне тут поехала в принципе не страшно у нас не должно же то ведь прям как вырезанное такое хорошо чуть-чуть хочется все-таки мне чуть-чуть добавить плотности цвета в крышу я уплотню цвет за счет просто меньше воды меньше воды на кисточку пока влажненько но и зато у нас такая какая-то сложность получится тоже крыши пока влажно прекрасненько потечет здесь тоже слишком светло кота стала высветляться все-таки 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 давайте утемнем она должна быть темнее гор выделяться на фоне гор это крыша должна и не должна быть ровно здесь мы уже стараемся работать аккуратно в этом весь смысл здесь можно обозначить ну я не буду здесь можно обозначить вот эту структуру крыши хочется мне тут с такой графика вмешиваться мы работаем я работаю заливками где-то может быть добавить глубины его час пока тут не до конца высохла чуть-чуть глубины вот этим гор добавить прям я из цвета крыши добавляю глубины гор так увлекаемся сейчас чтобы нас тут не стекло я сейчас делаю окошки тут у нас конечно прям такая ювелирная работа уже вот эти вот клеточки отрисовать но не хочется их наметить в принципе можно наметить карандашами или взять серапидографом любую там пастелью чем хочется вот я возьму намечу эти окошки тоненькой кисточкой еще прям квадратики конечно не буду вырисовывать хотя здесь бросится графика на ваш вкус и цвет где-то вот они такие более слабые пошла фактура здесь вот они вообще еле видно где-то чуть глубее можно сделать тут нужно поводиться вот так уже и не без фанатизма друзей хана создать там какую-то эту игру еще промокнул можно потом рапидографом кое-где тоненько черкнуть какой-то вот такой небольшой графики этим окошком придать но сейчас мы когда темным вокруг сделаем они у нас соберутся где-то темнее где-то светлее где-то маленькие эти вот квадратики главное не делать таким каким-то одинаковыми стараться так чтобы на русскую избу все таки не было похоже тут немножечко тоньше вот эти рамы все сейчас я еще промокну тут я думаю где-то какую-то графику потом рапидографом слегка почерпну здесь такой красивый момент у нас тут есть свет можно его отметить вот желтеньким сейчас у нас как раз чуть-чуть капельку подсохнет и потом слегка его обойти сейчас ускоряемся то у нас лист высыхает с окошками тут затеяла но что же делать не бросать же нам окошки же есть можем просто дырами какой-то там надо жизнь показать на переднем на дальнем плане вообще просто пятно показываем нужно где-то соединить я думаю достаточно какой-то суеты в окошках все с вами закрываем домики и присматриваемся хочется ли нам еще что-нибудь добавить так в домике намешиваем собственно все то же самое просто уже берем еще меньше воды и на кисточку вот фиолетовый сиена жженая и серая пейна смотрим сейчас будем варьировать может цветом где-то вот такой у нас вот отличный плотный полер у нас получился на слуха поэтому это тут в принципе будет оставаться достаточно плотным я взяла вторую кисточку где мне допустим в под крыши не подлезть здесь нужно более тонкой работы под крышей мне хочется чтобы крыши стеклась у меня здесь вот стоит по ювелирничать чуть-чуть не без этого у нас такие размашистые тут были с вами заливки что вот эта работа у нас будет такой образующий тут тоже может быть в этом пятне определенное богатство цвета то есть переливы от серы пейны к господи его сосредоточиться когда на работе внимательно смотрю к нашим красным сиеном женам то есть если вот присмотритесь я знаю видно через камеру мне такое одно пятно неоднородно то есть к фиолетовым каким так еще хотела здесь утемлить но сейчас темно уже по сухому плоской кисточкой проще делать архитектурные детали такс 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 и вот когда мы темным прокрыли сразу вот эти вот окошки у нас уже не смотрятся каким-то там лишь как-то не суразно это утешение но у нас сразу как-то собралось правда так следующий домик тут можно попытаться я тут не наметила можно попытаться оставить окошки белые какие-то просветы достаточно будет здесь тоже у нас что-то тут такое беленькая нам так ну здесь у нас это переходит все боковой вот этот домик здесь я уже отдельно не делал крышу упростила себе не стала тут еще там третий домик горести ну я не то чтобы себе упростила я смотрела как будет просто интереснее и понятнее третий домик уже будут нагромождением смотрелся так мы достаточно близко к референсу сделали что я не очень люблю когда примут очень близко к референсу но вот бывают такие референсы которые мне вдохновляют сделать как есть так переходим сюда тут я тут хотел свет показать попробуем тут кусочек можно чуть-чуть туда войти слегка так тут такая небольшое такое свечение в принципе я уже могу достаточно свободно опираться рукой у меня влажно но главное что не оставляет отпечатков от моей руки так нет и ну тут чуть-чуть можно белый путь подправить ну хотя и это не обязательно ничего страшного колер еще раз замешиваем и мы с вами в принципе на финишной прямой поставить тени небольшие нужно вот это свечение нам чуть-чуть тут повеселее тут на самом деле дверка еще пружины тут почти не видно эту дверку поэтому и одного проигнорировали ну давайте набрали воздуха последний домик еще тут кусочек крепимся друзья такие тут широкие заливки делали простые нужно теперь и попотеть чуть-чуть я люблю такое сочетание сосредоточилась на аккуратности люблю такое сочетание с таких свободен свободных пятен больших с такой достаточно точной работы это есть своя прелесть так у нас тут еще здесь окошко игнорировать тут потом приглашу вот это окно и последний домик уже можно не такой яркий делать потому что на заднем плане на самом-то деле нас с вами ну вот так здесь кусочек сейчас чем-нибудь сереньким тут заложим так самое сложное позади здесь хочется не вырвать ну вот сейчас если присмотреться в принципе можно утемнить хочется все-таки чуть-чуть утемнить вот эту крышу хотя 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 такой красивый цвет получился она у нас отлипает отбор давайте чуть-чуть утюмить просто вторым тоном положу я на все равно быть смотри домик она не будет будет еще ярче еще сильнее у нас отлипать отбор будет так ну и чтобы у нас эти домики не летали в воздухе как я сказала нам нужно сделать тень вот здесь я уже намешано можно сюда себе чуть-чуть добавить вот эту лужу для тени чуть-чуть вот по этой линии добавляю еще приглашать перепад собственно здесь каращат это как раз темно перепад нам показать можно на самом деле поближе у нас тут практически детка штабу линию яркую не оставляем показываем что тут у нас какие-то поля там у нас отдельная пошла какая-то своя жизнь где-то резкость от убираем помыкаем где-то чуть-чуть разрешаем не потечь ну вот мы с вами показали этот перепад и сразу они у нас сели на место эти домики можно встать посмотреть ночью здесь мне тоже хочется тут есть вот этот темный этот кусочек хочется тут сделать через 7 этаж наверно чтобы у нас прям как вырезаны не были домики такие здесь тоже добавить чуть-чуть здесь уже просто присматривайтесь на ваш вкус можно вообще уже не смотреть на референс на самом деле ну и дальше тут вопрос вашего перфекционизма насколько вы захотите вот эти вот окошки подровнять выровнять за счет белое за счет внутри может быть подчеркнуть их вот эти вот квадратики можно это ручка кисточка тут уже конечно тяжело вот нужно нужная ручка нужно тонким карандашиком какие-то акценты поставить и можно не ставить посмотрите сейчас все-таки глаза мне какие-то неточности бросаются и их доделывают так он перешла на шепот в общем то вот такая даже где-то такая графическая работа получилась с такими ровными прекрасными заливками очень похоже на наш референс но мне вот хотелось передать такой дух этого референса желаю вам творческих успехов можете выкладывать свои работы в инстаграм под тегом лидамарафон сейчас я тут где-нибудь подпишу лидамарафон если вам понравилось не забываем нажимать на пальчик благодарите меня этим и можете написать свои какие-то вопросы и вообще благодарности в комментариях под этим видео так потекло себе течет желаем творческих успехов друзьям